АПЛОДИСМЕНТЫ И большая просьба, друзья мои, вы все профессиональные уже театральные люди. Здесь акустика сильная, поэтому внимание и тишина. Я хочу представить, вы и так его знаете, замечательный человек, прежде всего, замечательный художник, творческая личность, актер, режиссер, педагог, Егор Дружин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Самое главное сказать, что однокурсники, вот что ты забыла сказать, это самая главная характеристика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Егор приехал не один, а с замечательной моей тоже однокурсницей, со своей прекрасной женой, Ника. Ника Ивскоис, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, давайте я вам просто расскажу. Давайте я без микрофона, потому что дальше мы будем без микрофона обходиться. Я думаю, что вы меня услышите. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, друзья, у нас не совсем мастер-класс по актерскому мастерству. Так как вы знаете, я не каждый, я занимаюсь хореографией, мы с вами займемся актерским мастерством, но в контексте именно пластики и жестов театра. Я быстренько вам расскажу, что я имею в виду и что мы хотим с вами делать. Как только Ваши сопровождающие отключат двух вот этих цветов, которые нам сильно мешают. Да, можно попросить всех, всех от имени двух новых цветов? Спасибо. Да, особенно вот кому-то упор на такое. Вы согласитесь. Вы наверняка знаете, что театр бывает разным, что театр бывает как минимум музыкальным, драматическим. И сейчас все больше и больше театр существует на стыке самых разных жанров. Мы часто видим и в драматическом театре, и какие-то элементы цирка. Мы часто видим в драматическом театре элементы кухольного театра, элементы театра перформанса и так далее, и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что в последнее время театр развивается все больше как жанр синтетический. И неспроста даже мы, когда учились в театральном институте, а это было уже страшно вспомнить 30 лет тому назад, мы изучали и цирковое искусство, и сценический бой, и акробатику. И прочие вещи, которые, казалось бы, напрямую с театром не связаны. Но, как вы знаете, наверняка есть такой жанр, как мюзикл, музыкальный театр, оперетта. Это все тоже разные ипостасии театра. Но актер во всех этих жанрах существует по-разному. Ну, например, в мюзикле, как правило, существует жесткое разделение на сцену и норму. В сцене актер существует так, как он привык существовать благодаря своему тренингу драматического актера. А в номере он, как правило, существует в театре показа. Это, ну, скажем так, определенное направление, определенное существование актера на сцене, которое подразумевает не столько переживание, сколько показ определенный. Хотя хорошие артисты мюзиковые, они, конечно же, затрагивают все глубинные струны своего аппарата актерского и переживают не хуже, чем драматические артисты. Но при этом помнят о том, что они должны петь хорошо и танцевать. Мы с вами сегодня займемся совсем другим. Мы с вами как раз постараемся остаться актерами драматическими, но при этом попробуем надеть на себя некую пластическую партитуру, которая будет равняться монологу или внутреннему монологу в обычной сцене. Почему это важно? Попробую вам объяснить, несмотря на ваш юный возраст. Дело в том, что танцовщики, например, на сцене и актеры на сцене существуют абсолютно в разных принципах. Те из вас, кто уже занимался актерским мастерством, знают, что мы как раз пытаемся, во-первых, вжиться в персонаж, во-вторых, принести в персонаж многое из своего личного опыта, из своего характера, из своих характерных особенностей, психологических особенностей. Пытаемся насытить персонаж собой. И, конечно же, пользуясь этими внутренними импульсами, включая все наши рецепторы, мы реагируем на изменившиеся обстоятельства, мы реагируем как персонажи, реагируем на новые события, чутко откликаемся на изменения, сами принимаем решения, определенным образом выстраивая партитуру в роли. Так вот, танцовщик, например, на сцене, он действует совсем по-другому. Так как он танцует, ему нужно находиться в жестком контроле, он не может вообще себя отпустить ни разу, как это могут сделать драматические актеры. И он, как правило, оценивает себя со стороны. Как если бы еще один танцовщик сидел в зале и смотрел на свое выступление на сцене и оценивал. Мы знаем, что для актера, оценивая любое оценочное суждение, особенно в момент выступления, это конец, это просто тупик. Потому что, если ты начнешь оценивать себя в моменте, то ты застопришься и дальше уже никуда не поедешь. Ты только будешь соображать, что ты сделал плохо, а что ты сделал хорошо, и дальше это тебе не даст ступить ни шагу. Мы всю природу живую своего существования на сцене погубим моментально. Пусть оценивают критики, вы сами можете проанализировать свое выступление уже после, но в моменте мы оценивать не можем. Вот это как минимум две вещи, которые разделяют актера и там, например, танцовщика. Почему, например, в танцевальном зале мы все время приветствуем зеркала и почему, например, на репетиции, на актерской мы все время зеркала задергиваем? Потому что танцовщик может через зеркало понимать, насколько выразительно или не выразительно то или иное движение. А артист про зеркала должен забыть, потому что он не должен ни в коем случае иметь возможность смотреть на себя со стороны. Его взгляд всегда взгляд изнутри, всегда взгляд в сторону сцены или в сторону раздвинутого пространства. Вот сейчас мы с вами возьмем одну нехитрую хореографическую партитуру и попробуем к ней отнестись так, как если бы мы ее рождали здесь и сейчас. Не запомнили и исполнили.